Вывозят мусор отсюда еженедельно, по несколько камазов. Но свалка появляется на берегу лимана с завидной регулярностью. Строительный мусор, а то и просто хлам, свозят сюда не только с Витязева, но и с окрестных поселков. Местные жители вспоминают, раньше здесь плавали лебеди, а сегодня только старые покрышки. Дом Дмитрия Сарава стоит прямо на берегу. Не раз он лично ловил за руку тех, кто путал водоем со свалкой. Но дальше призывов к совести, дело не шло. Полномочий нет. Высыпают, я же говорю, это можно один раз наказать одного второго и сыпать перестанут. Я тоже говорю, это такое дело. Сдаваться местные жители не собираются. Власти тоже настроены решительно. Тем более, что теперь в союзниках Общероссийский народный фронт. Жажда наживы отдельных недобросовестных застройщиков не должна ни в коем случае привести к потере экосистемы уникального Витязевского лимана. И его еще называют легкими, города-курорта Анапы. Благодаря вашей поддержке, поддержке средств массовой информации, мы все вместе, общественность, администрация, администрация муниципального образования, сельского округа, природоохранная прокуратура. Мы должны просто отбить охоту у этих предприимчивых застройщиков. Уже сегодня есть решение этой проблемы. Помимо табличек с предупреждением о штрафе, в скором времени появится более действенный механизм. Я думаю, с общественным народным фронтом мы сейчас установим здесь камеры и будем тех физических лиц и недобросовестных застройщиков, которые сыпят сюда мусор при строительстве своих гостиниц, отлавливать. И есть же, мы разместили таблички со штрафами, чтобы люди имели представление, что это такое. Ну, есть же еще экологические штрафы. Если мы одного-два человека накажем, я думаю, отобьем охоту сыпать здесь мусор и сливать всякие нечистоты. Есть еще один вариант навести здесь порядок. Сейчас здесь строят дублер главной дороги Витязева. Она не только должна разгрузить основную магистраль поселка, но и стать, по мнению жителей, хорошим поводом сохранять чистоту. Будет дорога, будет все красиво, неужели кто-то будет бросать мусор. А дело, конечно, очень важное и правильное. Дорога нужна. Сегодня главное – ликвидировать несанкционированные свалки вдоль лимана и благоустроить береговую линию. Для работ по восстановлению экосистемы будут привлекать ученых. Но процесс этот небыстрый. Порой и на восполнение нанесенного природе ущерба уходит десятилетия. Тем не менее, в Народном фронте и администрация НАПА решили поставить ситуацию с Витязевским лиманом на особый контроль. И намерены довести начатое дело до конца.